Здравствуйте! Вы смотрите программу Крым Лив. С вами Александр Ленковский. Сегодня мы покажем и расскажем, чем живет Крым через год после начала российской оккупации. Самые важные события недели далее в программе. Еще один шаг ГАГИ. Генпрокуратура Украины подготовила иск в Международный уголовный суд по факту российской аннексии Крыма. Новый российский порядок. Окупационные власти Крыма вышли на улицы с лопатами и граблями. Кремлевский гость. В Крыму. Зачем российский премьер Дмитрий Медведев инспектирует полуостров и на кого на самом деле рассчитан этот визит? Догнать и перегнать Россию. Окупационное правительство рапортует. Если будет надо, одной силой мысли увеличат урожай в Крыму. Генеральная прокуратура Украины сформировала исковые требования относительно российской аннексии Крыма и направила их в Кабинет министров для дальнейшей передачи в Международный уголовный суд. Доказательствами, среди прочего, будут и кадры из фильма «Крым. Путь на родину» и интервью первых лиц Российской Федерации на эту тему. Генеральная прокуратура Украины сформировала исковые требования относительно российской аннексии Крыма и уже на этой неделе направит их в Кабмин для дальнейшей передачи в Международный уголовный суд, сообщают украинские новости. В их основу напомним легли кадры из пропагандистского фильма «Крым. Путь на родину», в котором российский президент Владимир Путин признается, что аннексия полуострова была спланированной военной операцией. Я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал, ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать. В фильме также собраны полсотни свидетельств организаторов и исполнителей так называемой «Крымской весны». Премьер-министр Украины Арсений Яценюк еще в марте поручил приобщить киноленту к материалам и направить в Гаагский трибунал. Я смотрел этот трейлер, и я очень прошу Министерство юстиции отправить этот трейлер до Гаагского трибуналу. И было бы очень важно, чтобы весь фильм, который появится, также был отправлен до Гаагского трибуналу, так как этим фильмом должны зацикавиться международные прокуроры и следствия. Юристы и эксперты давно подтвердили, что этот фильм может являться доказательной базой для расследования преступлений, совершенных Российской Федерацией в отношении Украины и ее граждан в Международном уголовном суде. Более того, экспертиза, инициированная Министерством юстиции Украины, обнаружила в высказываниях Путина и министра обороны России Сергея Шойгу нарушение международного права. Конечно, там ребята были заинструктированы, что надо быть вежливыми, надо быть корректными, и вы пришли сюда не захватывать, а защищать. Однако для привлечения к делу Международного уголовного суда Украина должна признать его юрисдикцию на своей территории. Римский устав, который регламентирует это, так и не ратифицирован. Для этого нужно пройти конституционную процедуру. Мы подписали соответствующий законопроект и рассчитываем, что он будет внесен в сессионный зал и поддержан депутатами. Для этого нужно было больше чем 150 депутатов. Мы их собрали, эти подписи, и сегодня этот законопроект зарегистрирован. Этот законопроект застрял в парламенте на несколько месяцев. Пока же Украина в вопросе обращения в Международный уголовный суд пользуется правом единоразового обращения с признанием юрисдикции Гаагского трибунала временно и на определенной территории. Перед майскими праздниками оккупационное правительство Крыма и Севастополя показательно вышло на субботник. Однако жители полуострова на такую акцию отреагировали неоднозначно. Говорят, что с одной стороны это хорошо, что хоть кто-то решил убрать грязь на улицах и в парках. А с другой считают, что так называемые руководители сначала должны навести порядок в коммунальном хозяйстве, а уже потом махать веником перед камерами. В Крыму объявлен общекрымский субботник. Благоустройством полуострова занялись оккупационные власти. Самопровозглашенный премьер Сергей Аксенов принял участие в посадке клёнов в Симферопольском парке имени Гагарина. В сопровождении своей свиты, чиновников и полиции Аксенов заверил, все они пришли сюда добровольно. Сегодня все вышли по желанию, я уверен, никого не принуждали. Хорошая погода, полезная для здоровья и эмоциональное хорошее чувство. Помогаем своей республике родной. Если мы сами с любовью не будем относиться к территории, на которой живем, то за нас это никто не сделает. Кроме чиновников и полиции убирать парк Гагарина больше никто не пришел. Вице-премьер оккупационного правительства Дмитрий Полонский рассказывает, что жители полуострова опасаются даже уборочной техники. Аллею высаживали, все выбежали перепуганно, увидели, что ямы роют, что новостройка какая-то будет. Нет, деревья высаживаем, не может такого быть. Все в последнее время, если приезжала техника, значит, что-то начиналось. Только рубят. Только рубят. Провели показательные посадки деревьев и оккупационные власти Севастополя. Во главе с губернатором Сергеем Миняйло и бывшим министром обороны Украины Павлом Лебедевым. Они благоустраивали новую мемориальную зону в городском парке Победы. Она появилась здесь в прошлом году вместе с часовней-памятником защитникам Отечества. Сами крымчане отмечают, что местные чиновники взяли в руки лопаты и грабли не от большого желания. Сейчас вроде бы взялись за это, но до этого как-то не очень убирали. Сейчас более-менее к праздникам взялись убирать. А кто должен следить за этим? Мы, наверное, не должны следить, а во-вторых, мэрия должна как-то за этим смотреть. Где-то убираются действительно, а где-то вообще не убираются. Вот даже вот, посмотрите, что это такое. Я смотрю дома, что с такой мусором лежит. Смотря где и в каком районе. Если в центре города, то еще ничего, а так на окраинах не очень убирают. Скажите, кто должен следить за этим? Ну, вообще, должен глава города следить, я так понимаю. Показательно, что в парке Гагарина, где еще на выходных оккупационные власти вышли убирать мусор и сажать деревья, по-прежнему грязно. Мусор, который чиновники убирали перед камерами местных телеканалов, на самом деле просто перенесли в мешках на другое место в парке. Коммунальные службы так и не вывезли мусор оттуда. Чем ближе лето, тем оптимистичнее заявление о крымских самопровозглашенных властей. В один голос чиновники разного уровня и калибра заявляют, отдыхающие на полуостров поедут, и причем буквально миллионами, и заполнят все пляжи и гостиницы. Не смог удержаться от обещаний и премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, который 27 апреля, заметим, незаконно пересек границу Украины и погостил на временно оккупированной территории. Российский премьер Дмитрий Медведев обещает расширить пропускную способность Керченской паромной переправы и аэропорта Симферополь к предстоящему курортному сезону. Об этом он заявил в ходе своего рабочего визита в Крым, обсуждая туристический потенциал полуострова с оккупационными властями. Чтобы сделать курорты доступнее, мы приняли меры по троекратному увеличению пропускной способности Керченской переправы, значительному увеличению числа авиарейсов в аэропорты Крыма. Ну и в этом году, соответственно, эта работа продолжается, и аэропорт расширяется, и количество рейсов огромное, оно существенно превышает даже советские цифры. Само провозглашенный премьер Сергей Аксенов анонсирует большие изменения в аэропорту Симферополь, полеты через которые запрещены украинским законодательством. Аэропорт Симферополя до 200 рейсов в день готов принимать, и технически модернизация идет, 13 тысяч квадратов будет введено площадей. Вот в этом году, к 1 июня мы их сдадим, уже будет полностью функционировать аэродромный комплекс. В то же время механизмы увеличения пропускной способности перегруженной паромной переправы Медведев не уточнил. Однако сообщил, что россиянам с собственными автомобилями в этом году станет проще добираться до Крыма. Я также подписал постановление, которое создает дополнительные возможности переправы через Керченский пролив для тех туристов, которые путешествуют на собственных автомашинах. Даже если крымским чиновникам удастся увеличить пропускную способность Крыма, это вряд ли сделает предстоящий курортный сезон успешным, считает бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев. Увеличив количество пропускаемых через паром транспортных средств, увеличится не количество туристов, а увеличится коммуникация с сегодняшним островом Крым, тех чиновников, тех военных, которые прибывают в Крым все больше и больше. Если их считать туристами, такой зеленый туризм, есть такой термин, то, наверное, гроз туристического потока, некий незначительный вот в этом зеленом туризме, действительно присутствовать будет. Еще одной проблемой для туристического потенциала полуострова является утрата вследствие его российской аннексии украинских и иностранных туристов. Путь на полуостров им закрыла транспортная блокада. Крым принимал 6 миллионов туристов. Из них 1,2 миллиона, 1,4 миллиона – это были туристы из России. Они прибывали в основном поездом. Лишь 350 тысяч из России прибывали с самолетом и паромной переправой. На фоне 6 миллионов – это настолько незначительная цифра, но, грубо говоря, приблизительно столько Крым принимал туристов из Белоруссии. Российские власти Крыма анонсируют, что в этом году полуостров посетят свыше 5 миллионов туристов. Эксперты сомневаются в реалистичности этой цифры. По их словам, первые подтверждения этих сомнений можно будет наблюдать уже во время майских праздников. Вы смотрите программу «Крым. Лев». В нашей студии эксперт фонда «Майдан за кордонных справ» Юрий Смелянский. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Наверное, главным событием этой недели стал визит премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в оккупированный Крым. Что главное сказал этот российский чиновник? Между строк всех своих выступлений, таких победно-революционных, о больших перспективах, о больших увеличениях, трех-четырех кратных и так далее, во всех отраслях жизни Крыма, в реалии он сказал следующее. Ребята, денег нет, денежный дождь для вас закончился, начинайте учиться жить самостоятельно. Это было сказано для крымских людей, для крымских чиновников или это было сказано для России, что, типа, ребят, все, мы как бы год профинансировали, 125 миллиардов рублей сожгли здесь вот в Крыму, а теперь вот они пусть давайте сами как-то уже будут зарабатывать себе на жизнь. Ну, здесь двухвекторное обращение для внутреннего употребления на территории Российской Федерации, то есть для наглогоплательщиков РФ. На которых, в общем-то, и легла вся эта ноша содержания Крыма. Это месседж о том, что российская власть готова пожалеть немножечко своих наглогоплательщиков. Ну, вряд ли она их будет жалеть, просто появились более крупные другие необходимости, куда нужно направить бюджетные средства. Из тающего бюджета, из уже полупустых фондов, которые создавались ранее на пике роста цен на нефть и на газ, на фоне того, что санкции все-таки начинают действовать. Поэтому проблемы уже начали значительно накапливаться и, как бы там ни отказывалась от этого российская власть, они ощущают это на себе. Это и рост цен, это падение качества жизни в целом по всей территории Российской Федерации. Это проблематика уже с выполнением всех тех социальных обещаний, социальных гарантий, которые давала российская власть, в замену на полную поддержку той политики, которую российская власть и российское правительство проводят у себя в стране, ну и в том числе и во внешней политике. Поэтому для них это как бы месседж о том, что Крым больше из приоритетных регионов начинает превращаться в обычный российский регион. Это уже месседж для крымчан. То, что по мнению власти Российской Федерации, они Крым полностью адаптировали в систему РФ, а значит, это обычная российская глубинка, которая должна жить по всем тем стандартам, которые на сегодняшний день сложились для российской глубинки. И никаких особенностей с точки зрения дополнительного финансирования этой глубинки, которая оказалась теперь оккупированной территорией, ожидать не приходится и на нее не стоит рассчитываться. Смотрите, господин Инверев во время своего визита в Крым сказал о том, что это недопустимо, да, что в Крыму такие маленькие урожаи зерновых. Может быть, Дмитрий Анатольевич неправильно информировали, да, он говорит, что это такое вот у нас на севере России такие маленькие урожаи. Ну, я бы, наверное, позволил себе прокомментировать это следующим образом, что, как оказывается, регион, который находится в приоритете, не может быть так неизвестен второму лицу в государстве. То есть тогда то, что происходит в этом регионе, его возможности, его ресурсы, качество их использования, перспективы и так далее, ну, если, может быть, не на первом листе той информации, которую читает второй человек в стране, ну, там, втором, третьем должны присутствовать. Это те листы, которые всегда вычитываются очень внимательно. Подобные ляпы, которые позволил себе господин Медведев, говорит о том, что внимание с точки зрения экономического развития Крыма, заботы о положительных изменениях качества жизни крымчан не являются приоритетными. И поэтому премьер-министр страны-агрессора просто использует ту информацию, которую ему быстренько там наговорили или дали прочитать. Насколько он ее запомнил, насколько понял, на бегу. Вот он ее так и интерпретировал. Хорошо. Еще одно из таких, может быть, важных заявлений, сделанных Медведем, но для внутренней аудитории, то, что будет там увеличено значительное количество паромов на Керченской переправе, и что позволит существенным образом увеличить количество туристов в Крым. Насколько это заявление соответствует реалии? Ну, можем предполагать, что действительно в каком-то объеме, теоретически, это можно допустить, власти центральные, власти на местах по поручению центральной власти понудят какое-то количество бюджетников за какие-то бюджетные средства региональные поехать поправлять свое здоровье в Крым. Это допустимо. Мы и в прошлом году видели, что основную массу туристического потока в Крыму составляли именно бюджетники, как это было когда-то в советское время, дали на работу в Зубопутевку, да еще потом потребуют справку, что ты там был. Вот. Но остается вопрос логистики. И если в прошлом году в силу тех необходимостей, которые стояли перед страной-агрессором, они привлекали для работы на Керченской переправе и на работе паромов, которые ходили на Феодосию, паромы греческих компаний, паромы турецких компаний, то на сегодняшний день у них этой возможности нет физически. То есть часть паромов просто ушли. Это означает, что Российская Федерация должна или построить по времени. Но вряд ли за два месяца можно построить целый паром. Хотя бы один паром. Вот. Это уже отпадает. Значит остается что? Или их перекидывать из других регионов, да, ну как бы то ни было Российская Федерация морская держава, где-то возможно они еще работают, например на Балтике. Их перекидывать оттуда. Ну вопрос тогда, а как будет складываться логистика там? Или же покупать где-то паромы? Ну тогда вопрос, а санкции-то продолжают работать? А паром по сути это продукт двойного назначения. Кто будет готов рисковать своим реноме на международном рынке и продавать Россия? То есть в принципе вот этот вертолетоносец Мистраль, они могли тоже сказать, ребят, мы покупаем паром для того, чтобы вот там вот, да, как бы нам. Вот. И еще другой момент. А деньги на это есть? И у кого? Хороший вопрос. Захочет ли тот, у кого есть деньги, потратить их на приобретение именно этого самого парома? Ну, который по логике экономического эффекта не даст. Или по крайней мере не даст в ближайшей перспективе, потому что как бы то ни было, курортный сезон короткий, а затраты очень большие. А там еще возникнет необходимость компенсации по стоимости, как обещают опять же, да, что переезды будут стоить дешевле, а себестоимость она будет дороже. Экономически вряд ли это будет эффективно. Поэтому частник вряд ли будет в это вкладываться, при том, что, ну, как информация мелькала в СМИ, что греческие паромы-то, в общем-то, ушли в том числе и по причине того, что с ними не рассчитались еще за прошлый год. Значит, не все так красиво, как говорится. Ну, а в государственном бюджете Российской Федерации, я думаю, что лишних денег сегодня на подобные приобретения просто нет. Спасибо. Юрий Смелянский, эксперт фонда «Майдан за Крудон и Справ» был гостем нашей студии. Оставайтесь с нами. Через несколько секунд смотрите продолжение программы «Крымлиф». Окупационное правительство рапортует. Сельское хозяйство Крыма пусть и имеет проблемы, но небольшие. Жителям полуострова бояться нечего. И в доказательство показывают вспаханные поля. Однако это лишь картинка для местных и центральных российских СМИ. Сможет ли выжить сельское хозяйство Крыма без Днепровской воды? И что произойдет с почвами после массовой выкачки подземных вод? В ситуации разбирались наши крымские корреспонденты. Сама провозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов осматривает крымские поля. Здесь все красиво и показательно. Все хорошо. Увидели. Как раз сверху посмотрели на обработанные поля. Знаете, очень хорошее хозяйство. Сразу хорошее чувство, положительные эмоции. Все поля обработаны, все засеяны. А здесь, куда не долетел воздушный шар Аксенова, можно наблюдать другую картину. Заброшенные поля и сады неподалеку от села Мазанка Симферопольского района. Их не покажут ни по крымскому, ни по российскому телевидению. Премьер Российской Федерации, недавно посетивший полуостров, остался недоволен прошлогодним урожаем зерновых. К сожалению, Крым, который находится в прекрасной климатической зоне, имел советские урожаи по зерновым. 20-25 центнеров с гектара. То есть это просто ниже низшего. У нас на севере такие урожаи. А сейчас уже эти цифры в районе полтинника. Я уверен, что и 70 центнеров с гектара абсолютно по силам при использовании современных интенсивных технологий. Экс-глава Респомботхоза Крыма Александр Лиев уверяет, что озвученные результаты невозможны без полноценного орошения крымских земель, которое стало невозможным после российской оккупации полуострова. Я думаю, что если Медведев поручит, чтобы пошли дожди и поднялись грунтовые воды, и чтобы в Крыму поменялся ландшафт и появились новые реки, то такое, в принципе, теоретически лет через 20 будет возможно. Все сельское хозяйство, которое произрастало в Крыму, производилось в Крыму, это хозяйство, которое было на орошаемых землях. 200 тысяч гектаров орошаемых земель, которые построили украинцы за 50 лет существования Северокрымского канала, к сожалению, сейчас не могут функционировать. Дмитрий Медведев также признает, плохой урожай в прошлом году стал следствием отсутствия Днепровской воды в Северокрымском канале. Ситуацию кое-как удалось спасти за счет федеральных дотаций. В прошлом году Крымский аграрный комплекс был включен в общероссийские программы господдержки, в том числе в госпрограмму на период до 2020 года. В 2014 году было выделено 650 миллионов рублей, в том числе 273 миллиона на компенсацию затрат в связи с прекращением подачи воды по Северокрымскому каналу. Но отдача от этих вложений уже видна. Мы сегодня смотрели производство, которое такого рода инвестиции получает. Сам провозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов в качестве оправдания ссылается на недавнее появление воды в Северокрымском канале. Как известно, его удалось частично наполнить за счет подземных крымских источников. Правда, о том, что этой воды недостаточно для орошения всех крымских земель, Аксенов не упоминает. Александр Лиев же отмечает, что даже если оккупационные власти найдут способ орошать крымские земли, это не поможет полуострову самостоятельно обеспечивать себя продуктами. Урожайность крымских земель по сравнению с самым средним, с самым плохим годом в Украине всегда была значительно ниже. Процентов на 30 на 40. Крыму не будет хватать однозначно собственной продукции. Сельского хозяйства, особенно рисоводства, разведения рыбы, которая была на Северном Крыму, моем родном, это может, к сожалению, уйти в историю, если мы в ближайшее время не вернем этот полуостров в Украину. Крымчане второй год подряд приступили к весенним полевым работам без Днепровской воды. Ее подача на полуостров прекратилась сразу же после начала российской оккупации. В органах власти Украины на данный момент обсуждается возможность возобновления водоснабжения полуострова. Однако конкретных решений пока нет. Вы смотрели программу «Крымлив». Такой была эта «Крымская неделя». С вами был Александр Инковский. Всего вам доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова